В этом видео мы вместе с тобой разберем жизненный цикл папоротника. И как у всех споровых, у папоротников преобладает стадия спорофита. Кстати, ты уже посмотрел видео-разбор с жизненным циклом мхов? Если нет, обязательно посмотри до того, как разбирать цикл папоротников. У взрослого папоротника споры будут образовываться на нижней стороне листьев. Спорангий, орган, отвечающий за образование спор, у папоротника будет называться сорус. Споры высыпаются наружу, и из каждой споры будет развиваться следующая стадия в жизненном цикле, стадия гометофита. Гометофит у папоротников, у хвощей и у плавунов называется заросток. И гометофит будет иметь точно такой же набор, как и спора, гоплоидные, 1Н. У папоротников, у большинства, на гометофите образуются сразу и женские, и мужские гометы, яйцеклетки и сперматозоиды. Происходит оплодотворение в капле воды. Причем, так как гометофит развивается из споры, он будет иметь такой же набор, 1Н. И на нем образуются гоплоидные гометы, яйцеклетки и сперматозоиды, 1Н. То деление, при котором образуются эти гометы, будет митос, деление без изменения набора. При слиянии гомет в капле воды образуется зигота, имеющая двойной набор, 2Н. И из зиготы в дальнейшем будет развиваться молодой спорофит, молодой папоротник, имеющий такой же набор, как и зигота, 2Н. На этом спорофите будут образовываться споры 1Н. А это значит, то что произошло уменьшение набора в два раза. 2Н перешло в 1Н. И деление это миоз. Как и у всех споровых, у папоротников происходит чередование поколений. Спорофит – споры, гометофит – гометы. Гометы будут образовываться метозом, споры – миозом. Преобладающим поколением является спорофит. И как ты, наверное, уже заметил, хвощи, плавуны и папоротники имеют схожий цикл развития. При обладании спорофита в жизненном цикле, и спорофит и гометофит являются разными растениями. А у мхов будет преобладать гометофит, и спорофит развивается прямо на гометофите. Эти циклы очень часто встречаются в заданиях первой части, заданий номер 23 и 27 второй части. Так что обязательно запомни их. Пока!